Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Тема нашего сегодняшнего влога – это уход при такой патологии, как псориазм. Это достаточно важная тема, потому что людей с кожными проблемами, с псориазмом, с атопическим дерматитом достаточно много, и уход за такой кожей, он имеет некоторые ограничения и нюансы. Начнем с того, что псориаз – это мультифакторное заболевание, то есть у него до конца не изучена природа его возникновения, обязательно вовлечена иммунная система, наблюдается дисбаланс между, например, про- или противовоспалительными цитокинами, также есть генетическая предрасположенность, которая тоже очень важна, и поэтому, когда врач принимает впервые, например, больного с псориазмом, он всегда собирает анамнез и спрашивает, не было ли такого же заболевания у кого-то из родственников. И проявляется, как правило, псориаз тоже различно, он может быть менее тяжелый, более тяжелый, может быть с обострением, может быть с вовлечением, например, даже опорно-двигательного аппарата, то есть, наблюдается, например, артропатия, но для всех пациентов с псориазом, как правило, характерно усиление прориферации кератиноцитов эпидермиса, то есть повышенное роговение кожи, гиперкератоз, сухость кожи, наблюдается псориатические бляшки, определенные другие симптомы, мы сейчас не будем их подробно обсуждать, потому что наша задача понять, как за такой кожей ухаживать. Важно понимать, что так как псориаз это хроническое заболевание, то препараты, которые человек вынужден применять, применяются практически всю жизнь. И все эти препараты, как правило, обладают определенным рядом побочных эффектов и своим действием, с помощью которого они оказывают эффект против соответствующей патологии, псориаза. Это препараты, которые обладают иммунодепрессивным, иммуносупрессивным действием. Это могут быть и глюкокортикоидные гормоны, это могут быть и селективные иммунодепрессанты, например моноклональные антитела, это могут быть и цитостатики, статины, это могут быть препараты с противовоспалительным действием, если преобладает, например, воспаление. Те же самые системные ретиноиды достаточно часто применяются. Это синтетический аналог витамина d кальципатриол это более скажем так безобидные препараты такие как перетен цинка или например нафталантской нефти или тот же березовый ньоготь вспомогательные и побочных эффектов у всех этих препаратов достаточно много надо еще заметить что псориаз очень часто лечится фототерапией то есть используются методы физиотерапевтические с пользой оптического спектра это могут быть такие методики как пулотерапия облучение с использованием фотосенсибилизаторов специальных препаратов которые снижают устойчивость кожи к ультрафиолету поэтому об этом тоже надо помнить и стараться кожу от ультрафиолета естественного защищать поэтому уход будет строиться вокруг лечения для того чтобы нивелировать в основном побочные эффекты этого довольно таки агрессивного лечения что касается ухода так как мы при помощи угнетения нормальной микрофлоры и кожного иммунитета получаем дисбаланс этой нормальной микрофлоры то в уход имеет смысл вводить препараты которые например содержат лизатобактерии или пребиотики такие как альфаглюкан или инулин или бета-глюкан и другие компоненты которые будут нормализовать микробиом из наших препаратов это сыворотка пробиоскин который будет и увлажнять хорошо имеет легкую текстуру не будет забивать поры если ее используют на лице и можно использовать и на теле в том числе и в принципе в уходе препараты с про и пребиотиками будут достаточно востребованы у людей страдающих псориазом учитывая то что повышенное роговение эпидермиса гиперпроферация керциноцитов эпидермиса сухость кожи это можно сказать бич людей с псориазом то различные эмаленты смягчающие средства средства которые восполняют липидную составляющую нашего защитного барьера будут тоже не лишние из этих препаратов я бы выбрала наш крем восстанавливающий с натуральным увлажняющим фактором с его компонентами который называется nmf protection и безводный гель который называется ceramide skin saver содержащий биоцерамиды содержащие множество масел есть у него силиконовая составляющая и это фактически заместительной терапии для несостоятельной липидной части гидролипидного барьера если наблюдаются какие-то повреждения кожи которые нужно побыстрее заживить то на помощь нам может прийти например гель интенсив регенерация с депантенолом и бета-глюканом и различными другими компонентами которые успокаивают кожу и стимулируют эпидермисацию если кожа повреждена это тоже гель который можно использовать и при обычной какой-то травматизации кожи можно использовать после пилингов но в аптечке пациента с псориазом он будет тоже скорее всего востребован естественно очищать кожу нужно наиболее мягкими средствами поэтому для мытья и лица и возможно и тела можно прибегнуть к очищающим средствам на бессульфатной основе например гель очищающий скокоглюкозидом в качестве моющего компонента и им можно естественно умывать не только лицо и для защиты от солнца особенно когда ультрафиолетовый индекс высок стоит обращать внимание на без жировые например текстуры если например лицо комбинированная жирная кожа часто бывает что стандартные солнцезащитные средства будут тяжеловаты для таких людей ойл-фри текстура например мульти протектора с spf 50 плюс будет отвечать всем этим требованиям и кроме того будет хорошо эффективно защищать кожу от солнца имея достаточно высокий spf фактор вот такие препараты из нашей линейки были бы интересны людям страдающим псориазом ну и в конце я бы конечно еще напомнила что существуют определенные нюансы поведения человека с псориазом то есть он должен помнить что не нужно долго принимать ванну находиться в душе не более там 5-15 минут это помогает сохранить гидролепидный барьер и собственно лучше себя чувствовать с этой точки зрения не нужно проводить какие-то агрессивные мероприятия с кожей использовать скрабирующие частицы какие-то кислоты средства пеленгующие с низким ph и стараться все-таки наиболее мягко ухаживать за кожей насколько это возможно плюс очень большое внимание нужно уделять гигиене по возможности одноразовые полотенце для лица или тех участков кожи которые повреждены если полотенца многоразовые значит их нужно очень часто стирать при температуре более 60 градусов но как правило с этими банальными истинами любой человек с проблемной кожей или с какими-то кожными заболеваниями знаком но не лишним будет напомнить поэтому делитесь тоже в комментариях своими возможно какими-то лайфхаками какие вам средства помогают какие может быть такие совершенно очевидные вещи помогут помогают вам переживать вот эту патологию как-то более комфортно возможно какие-то косметические средства которые вам нравятся специализированные шампуни при какой температуре воды вы принимаете ванну и вам комфортно то есть такие мелочи могут помочь людям которые страдают от этой патологии или например только недавно дебютировала эта патология у них или у их детей и в общем наши советы могут совместно им помочь поэтому я буду очень благодарна если в комментариях вы поделитесь своим опытом и опытом своих родных кроме того если видео было вам полезно ставьте лайки это помогает продвижению канала и мотивирует нас на запись новых видео и подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик чтобы первыми узнавать о выходе новых наших богов